Американцы считают, что это они выиграли войну. Это чудовищный удар по свободе слова. Почему государство США не понимает это? А почему никто не верил, что будет война в Украине? Почему Сорос враг России? Я начинаю думать, что, может быть, ты не вполне поддерживаешь эти бандеровки? Если ты говоришь детям, что твоя семья не хуже, чем соседская, значит, ты уже занимаешься пропагандой. И это объяснить невозможно. Потому что поверить в это невозможно. Прям как про Россию. Ну. Маша, с вами очень хочется поговорить, как с человеком, который очень хорошо знает Соединенные Штаты Америки. К счастью, или, скорее, к несчастью, США занимает огромное количество места в умах русских людей. Огромное количество штампов, стереотипов, вопросов, мифов или не мифов. И вот их очень хочется проговорить с человеком, который много лет здесь живет. Поэтому не удивляйтесь, когда вы будете слышать много стыдных вопросов про страну, которую вы знаете глубоко. Предупреждено. Вы считаете себя небинарной персоной, и вы сами используете в обращении к себе не «она», а «they», «them». Как с этим быть по-русски, я пока учусь, потому что мало говорю по-русски. Если я буду вас просто называть на «вы», это будет нормально? То вы не ошибаетесь, да. Все, тогда прекрасно. О небинарности позже, пока о другом. Когда вы работали в России, и после того, как вы уехали оттуда 8 лет назад, мне часто приходилось слышать, как вас называют «димшизой». Как вы относитесь к этому слову, и когда оно употреблялось или употребляется в ваш адрес? Вообще, это слово «диагноз». И слово «диагноз» не тех людей, к которым он применяется, а слово «диагноз российского общества». Если можно, я начну с другого места, потому что оно удивительным образом уместно. Так получилось, что как раз по дороге сюда, на велосипеде, у меня в ушах играл подкаст «Радиолаб». совершенно потрясающий, значит, с историей молодого человека, который работает в какой-то абсолютно безумной корпорации, и у него на эту корпорацию реакция здорового человека. Он говорит, ну, слушайте, нас здесь зомбируют, нас вводят на какие-то бессмысленные тренинги для того, чтобы мы чувствовали, что мы частью чего-то, частью чего-то, чего мы не являемся. И кажется, наш главный начальник подворовывает. Он начинает расследовать финансы этой компании, и компания его в ответ на это обязывает ходить на психотерапию и подписывать листки о том, что он ходит на психотерапию. То есть молодой человек получает диагноз на реакцию здорового человека. И вот, на мой взгляд, Демшизай — это ровно из этой серии. Реакция здорового человека на то, что происходило в российском обществе в конце 90-х, начале 2000-х, да, вот это зарождение путинизма, когда абсолютно обесценивались все понятия, которые вообще лежат в основе любого демократического общества, как бы оно ни было там конкретно устроено, да, но понятия там, я не знаю. Прав человек, ценности человеческой жизни, законности в ее, не в путинском ее понимании, да, а в том понимании, в котором она является собой договоренностью внутри общества, да. Вот все, все эти простые идеалы, которые в 90-е казались людям общепринятыми, да, и которые ссылались как на общечеловеческие ценности, вдруг сам разговор о них начал казаться ненормальным, да, и человеку, который имел реакцию здорового человека на то, что происходило в обществе, ставили диагноз. Этим диагнозом был диагноз Демшиза. Я им горжусь вот все эти 20 лет. Мы с вами, и спасибо за этот опыт, в Гарлеме, в районе, который исторически считается очень опасным и гангстерским. Насколько это из факта уже переросло в такой факт о прошлом? Смотрите, Нью-Йорк вообще очень динамичный город. Мой опыт жизни в Нью-Йорке начался в 84-м году, когда весь город был чудовищно опасным, ну, то есть нельзя было выйти на улицу после темноты и не ожидать при этом, что тебя ограбят, но, с другой стороны, ну тебя ограбили, да, ты шел дальше. Какая-то была такая история. У него, то есть после того, как Нью-Йорк вообще весь как город испытал банкротство в конце 70-х годов, было такое ощущение, что город заново как бы заселяется, обживается. Вот. И тогда считалось, да, что Гарлем, и вот тут вот совсем рядом с нами Южный Бронкс, это такие самые разрушенные, самые опасные районы города, куда действительно было страшно заходить. Вот. Но это совсем такая вот давняя история. Вот тот район, где мы сейчас находимся, район, переживающий всякую джентрификацию. Сюда вдохнули жизнь. Слушай, нет, жизнь тут всегда была, да. Вот. Есть такой способ говорить о городе, не только о городе, да, это вообще такой колонизаторский способ, да. Здесь никого не было, сюда вдохнули жизнь. Жизнь здесь была ключом. Просто это была такая опасная жизнь, и чужие сюда не ходили. Но этот период жизни Гарлема закончился где-то, наверное, лет 15-20 назад. Сейчас он очень похож на многие районы Бруклина, где живут старожилы вместе с молодыми, успешными, не очень успешными, масса всяких кафешек и, в общем, какая-то такая нормальная городская среда. У вас есть книга про тоталитаризм. И, в числе прочего, вы говорите про то, как в России когда-то выработалась и как в итоге осталась такая штука, как двоемыслие. Это же прямая калька с 1-9-8-4. Давайте конкретизируем для начала, что вы имеете в виду. Двоемыслие – это, например, когда я горжусь победой, мы великая страна, это одни рельсы, а другие при этом я постоянно чувствую себя униженным государством. Униженным, да, обиженным государством, конечно. Или вот мне очень нравится, нравится, условно, в мемориальце, когда проводили, питерские мемориальцы, когда они проводили полевые исследования в местах, где были лагеря, они использовали очень интересную технику интервьюирования. Они расспрашивали людей, которые еще были свидетелями существования этих лагерей, о том, как они относились к заключенным. И, как правило, люди говорили о заключенных каким-то очень гуманным языком, и говорили, как их было жалко, и как они им, когда можно было, носили еду какую-то, значит, там, кусок хлеба, и какие они были бедные и несчастные. А дальше, значит, они своих интервьюиров научили переключаться, то есть либо сходить в туалет, либо спросить про расписание поездов обратно в Питер, а потом задать какой-нибудь вопрос, о государственном значении лагерей. И люди немедленно начинали говорить о том, что, конечно, это было необходимо. Это было необходимо для победы, для… Индустриализации. Для индустриализации, для величия Советского Союза. И дальше, значит, они выводили их таким образом именно на эти рельсы разговора о принадлежности к великому государству. То есть вот этот частный опыт человеческий, частный опыт сострадания никак не бился с представлением о великому и нужном роли государства. Похоже на то, что происходит с отношением людей в России, не всех, но многих, к войне с Украиной. Ну то есть Украина – близкие нам люди, мы за мир, все остальное, но разрушенный Мариуполь не вызывает у нас ужаса. Я думаю, что невозможно было бы развязать эту войну без вот этой культуры двоемыслия. Но я просто не очень понимаю… У меня уже теперь недостаточной информации для того, чтобы узнать, насколько люди знают про разрушенный Мариуполь. Да, боюсь, что тут мы нерелевантны с вами, поскольку человек с VPN и без VPN, он действительно отличается. Вторая часть нашего совместного сериала «Сёрфшарк» про необычные границы государства. Мы в Барле. Это городок, который в прямом смысле разделен между Нидерландами и Бельгией. За одну прогулку по Барле можно десятки раз пересечь самую настоящую границу государства. Вот так вот выглядит граница. Я сейчас в Бельгии, один шаг, и уже в Нидерландах. А вот так город выглядит сверху. Вот это вот Нидерланды и бельгийские анклавы на нём. Если граница пересекает здание, то принадлежность этого здания определяется по тому, куда выходит входная дверь. В этом доме была забавная история. Когда все границы разделили, получалось, что дом, который всегда был бельгийским, становился нидерландским. Хозяев это не устраивало, и поэтому им пришлось поменять входную дверь и окно. И таким образом дом остался бельгийским. Класс! Также легко пересекать государственные границы в интернете и пользоваться всеми заблокированными из-за цензуры сайтами и приложениями можно с помощью VPN-сервиса Surfshark. Здесь доступно более 3200 серверов в 95 странах. Всегда можно найти оптимальный вариант с учётом того, что вам нужно. Вне зависимости от выбранного сервера каждое подключение безопасное. Причём даже если вы подключаетесь к общедоступному Wi-Fi, все данные надёжно шифруются. А информация о ваших действиях нигде не остаётся. Surfshark не собирает данные о пользователях. Ещё тут есть специальная функция блокировки всплывающих окон о файлах cookie, которые обычно очень отвлекают. Заходите в интернет через Chrome или Firefox, включаете Surfshark и больше не видите таких окон. Пользоваться одной подпиской можно на неограниченном количестве устройств. Поэтому не забудьте подключить Surfshark к своим родителям. А всех новых клиентов ждёт приятный бонус. По промокоду Юрий скидка 83% и 3 месяца подарок. Все подробности по ссылке в описании. Переходим, скачиваем и наслаждаемся интернетом без границ. Ваша бабушка была цензором на московском телеграфе. Да, ну давайте объясним, что такое цензор на московском телеграфе. Она не телеграммы цензурировала, она была цензором для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Советском Союзе. Просто цензор сидел в здании телеграфа на Тверской. Ну, условием работы в Советском Союзе была аккредитация. Впрочем, так оно... И осталось. И осталось. Но условием аккредитации было то, что иностранные корреспонденты должны были приносить свои депеши на центральный телеграф в специально отведенную для этого комнатку. И прежде чем диктовать их со специально отведенного для этого телефона, они должны были сдать этот текст к какому-то там стоящему человеку, который относил текст, ну, распечатанный, напечатанный на машинке, он его относил за занавесочку. За занавесочкой сидела моя бабушка. Очень красивая, маленькая, такая субтильная еврейская женщина, молодая, которая работала на очень многих языках. И когда аккредитовывали какого-нибудь нового корреспондента, она немедленно выучивала этот язык. У нее была такая невероятная способность к языкам. И это то, за что она невероятно любила эту работу. За то, что ее учили языкам. Значит, и она, и потом моя мама, они больше всего на свете любили учить языки. Вот. И, значит, вот то, что ей там приезжал какой-нибудь голландец, ее два месяца учили голландскому, было для нее нечеловеческим каким-то счастьем. Дальше, значит, задача у нее была такая – сверить то, что было в этой депеше, с тем, что есть в официальных советских источниках. Если это полностью совпадало с официальными советскими источниками, тогда она просто это дело подписывала, и это отдавалось корреспонденту обратно. Корреспондент мог дальше надиктовать телефона, который там же стоял. Если же что-то не совпадало, то она могла вымрать какие-то несовпадения. А если не совпадало по существу, то она переводила это на русский язык и звонила в секретариат Сталина, чтобы… Да, и еще, конечно, был перечень. Перечень – это огромный такой компендиум, запрещенный к распространению информации. То есть это должно было а совпадать с официальными источниками и б не содержать ничего, что было в перечне. Перечень нужно было знать наизусть, и по перечне нужно было сдавать аттестацию. Что, например, это могло быть? Географические, любые географические данные, практически любые географические данные. Данные о численности населения, данные о каких-то экономических... Ну, в общем, любая статистика в Советском Союзе, вообще любая информация в Советском Союзе была засекречена. И она звонила в секретарь от Сталина, надиктовывала, и дальше ей оттуда перезванивали, и говорили, пускать, не пускать. И дальше, значит, она жирным карандашом вычеркивала то, что нельзя, или не пропускала всю депешую. У нее были очень, например, специальные отношения с таким замечательным совершенно американским корреспондентом по имени Харрисон Сейлсбрей, который, если вы никогда не читали, прочитайте его книжку о блокаде Ленинграда, а также его автобиографию. Это вообще великий совершенно автор. Он работал в Советском Союзе в 1952-1953 году. И, кажется, раньше тоже, но вот в особенности в это время он написал какое-то невероятное количество статей о компании против космополитов. Ни одна из них не вышла в печать. У него была практически личная переписка с моей бабушкой. Он сдавал из депеш, она их прочитывала, у нее холодела кровь, потому что она читала, что там ходят слухи, что скоро всех евреев депортируют в Биробиджан. Ну, в общем, все слухи, о которых мы знаем, все это было в депешах этого самого Сейлсбери. Ничто из этого не выходило в печать, но все это она прочитывала. Этот автор увез это все потом в Штаты и смог опубликовать? Или перед отлетом ему нужно было сжечь чемодан макулатуры? Что-то из этого он переправил дипломатической почтой, поэтому это сохранилось. Что-то из этого он написал в своих воспоминаниях, что-то мне рассказала бабушка. Но вообще у Сейлсбери шла длительная битва с Нью-Йорк Таймс. Он все время требовал от них, чтобы они ставили такой дисклеймер на его статьи, чтобы там было указано, что они прошли советскую цензуру. А Нью-Йорк Таймс отказывался это делать. А в чем вообще интерес Нью-Йорк Таймс иметь корреспондента в стране, откуда он не может прислать информацию, написанную по стандартам журналистики, демократической? Слушайте, я не могу ответить на этот вопрос. То есть я понимаю, что по представлениям Нью-Йорк Таймс не иметь корреспондента в Москве и хуже, чем иметь корреспондент в Москве. Что если бы они поставили дисклеймер, это выглядело бы плохо, и тогда бы им никто не доверял. Вот, видимо, они думали, что как-то они могут сбалансировать, что-то там добавить, опубликовать статью какой-нибудь аналитика, которая не находится в Советском Союзе. И это лучше, чем ничего. Вообще вот это вот лучше, чем ничего, и как работать в условиях цензуры, это нам все хорошо знакомо. Просто мы редко думаем о какой-нибудь газете типа Нью-Йорк Таймс в этом контексте. А лучше что-то, чем ничего? На ваш взгляд? Не уверена. Вы задавали своей бабушке вопрос, которые уже общались годы-годы спустя. Она понимала, что она делает нечто очень плохое? Это самое интересное. Вообще моя книжка, у меня давным-давно вышла книжка про моих бабушек, это книжка о природе коллаборационизма. Это ровно тот вопрос, который меня интересовал. Значит, у бабушки была интересная история, это как бы ее собственный нарратив. Значит, она училась в Московском университете на историка, то есть она должна была быть учителем истории. К тому времени, как она закончила университет, она всеми фибрами своей души ненавидела советскую власть. И последнее, что она считала возможным, это идти в школу и учить детей тому, что требовалось от учителя истории. Вот это она считала аморальным. А тут подвернулась возможность сначала работать цензором-перлюстратором. Первые три года она работала на главпочтамте и буквально читала корреспонденцию, причем не корреспонденцию, а напечатанную продукцию, которая приходила из-за границы. Но это не письма, как в ревизоре. Это не письма, да. Это люди, которые присылали своим родственникам, знакомым и друзьям в Советский Союз книги и журналы. Как правило, книги и журналы до них не доходили, но зато они доходили до моей бабушки, она обожала эту работу. А потом мне предложили вот эту самую работу уже территориально-центральную телеграфию, значит, уже работать с иностранными корреспондентами, которая ей нравилась немножко меньше, зато там можно было учить языки. и ее отец ей сказал, что это же жандармская работа. А она считала, что, во-первых, это лучше, чем портить мозги невинным детям, а во-вторых, если бы она это не делала, то кто-нибудь другой бы это делал. Правила цензуры ей были ясны, и ей казалось, что эта работа фактически механическая. Я как бы оговариваю, что это ее нарратив. Понятно, что вот эта идея, что если бы не я, то кто-нибудь другой бы это делал. У меня об этот аргумент не раз разбивались отношения с людьми. То, что мы видим сейчас, когда люди наносят друг на друга, когда ученики записывают антивоенное высказывание своей учительницы на телефон и сдают ее властям. Тоталитарный режим не может существовать без того, чтобы граждане не следили друг за другом каким-то образом. И вот этот инстинкт слежки друг за другом, он никуда не делся в России. При том, что мы понимаем, что эти восьмиклассницы, которые сдали эту учительницу, даже их родители, видимо, уже родились после развала Советского Союза. А вам скажут на это, ну подождите, а вот не знаю, как в Штатах, но в странах Западной Европы люди тоже, если кто-то шумит, они даже не думают звонить в полицию или нет. Они это делают. Или если они видят что-то, что вызывает у них подозрения. Чем это отличается? Во-первых, если кто-то шумит, и я звоню в полицию, я звоню в полицию, потому что мне некомфортно. И я хочу, чтобы мне создали условия, помогли создать условия, которые прописаны у нас в нашем общественном договоре. Или даже просто буквально в законе. Вот не шуметь после 11. Когда я сообщаю, что учительница высказывается против войны, я делаю это не потому, что мне некомфортно, а я делаю это потому, что я беру на себя функции государства. С одной стороны. А с другой стороны, это мое глубокое убеждение, я делаю это потому, что мне очень страшно. Потому что все общество построено на коллективной ответственности. Или, как выражался Левада, коллективном заложничестве. Если мою учительницу кто-то еще поймает… В восьмом классе я не думаю об этом. Это каким-то образом во мне уже заложено. Но я боюсь, что если мою учительницу поймает, то и мне попадет. Скорее всего, потому что это тоже заложено в культуре школы. Потому что наверняка этих восьмиклассниц наказывали с первого класса за то, что делают их одноклассники. И они понимают, что лучший способ себя обезопасить это а встать на сторону сильного, то есть встать на сторону государства и б донести на кого-то, пока тебе не попало. Вы только что вернулись из Украины. Сколько вы там пробыли? Три недели. Что вы там делали? Писали репортаж о военных преступлениях. Где именно вы были? Что именно вы видели? В Бучьей Верпине, в Гастомеле, ну понятно, в самом Киеве и в Кривом Роге. То есть никакой все это места, где… Ну то есть совсем тревог, понятно, совсем рядом с линией фронта. Но это не то, где стреляют. Но моя задача заключалась в том, чтобы в более-менее спокойных условиях брать интервью у людей, переживших военные преступления. Вы были в Буче. После посещения Буче как вы оцениваете вероятность того, что то, что мы видели, эти ужасные фотографии, которые мы оттуда видели, это по версии российской пропаганды инсценировка? Я расцениваю эту вероятность как нулевую. Почему? По двум основным причинам. Значит, во-первых, потому что свидетельство людей, то есть масса надежных свидетельств. Мы знаем, кто эти убитые, мы знаем их родственников, мы знаем историю этих родственников, мы знаем, что истории людей в разных районах Бучи очень похожи друг на друга. Тут трудно вообще объяснить, как это устроено. Ты можешь ходить из дома в дом, и чуть ли не в каждом доме тебе расскажут какую-то чудовищную историю. И там наименее чудовищная история, это история человека, который сидел в собственном подвале неделю со своей дочкой, пока российские войска расположились в его доме. Потом ему разрешали выходить один раз в день для того, чтобы покормить собаку и вынести ведро с испражнениями, ведро, которым они с дочкой пользовались, в качестве туалета. И в конце концов, он обманным путем сумел уйти из дома. Спустя неделю очень интересно, очень подробно рассказывал, как хитроумно он уходил, что он сказал этим военным, как он шел, где он оставил собаку, чтобы они не могли его найти по собаке. И потом, спустя еще три недели, он вернулся в совершенно разрушенный дом, они дом подожгли перед уходом. Ну, в общем, я к тому, что ты ходишь из дома в дом, и ты разговариваешь с людьми, которые рассказывают очень похожие истории. Даже если взять за предпосылку вот эту вот бредовую версию о том, что это инсценировка, представить себе, что целый город, в котором живет что-то около 30 тысяч человек, каким-то образом сговорился, решил, что они будут вот так вот рассказывать о российских военных. Ну, совершенно невозможно. Но есть и вторая причина. Я военный корреспондент с довольно большим опытом, с довольно большим опытом освещения того, как воюет российская армия. Меня ничего в Буче не удивило. Оно меня поразило. Оно меня заставило не спать ночами или наоборот спать слишком много. Но оно меня не удивило. Потому что все то же самое мне приходилось видеть в Чечне и во время Первой Чеченской войны, и во время Второй Чеченской войны. То, что я знаю от исследователей, то же самое видели и в Сирии, то же самое видели в разных гибридных войнах, в которых участвовали российские войска. Этого я не знаю. Меня там не было. То есть я им верю, но своими глазами мне приходилось видеть Чечню. Этого вполне достаточно для того, чтобы не сомневаться в общей картине, которая теперь уже так подробно задокументирована и международными организациями, и украинскими правозащитными организациями. У вас есть фотография с Байденом. Когда вы ее сделали? И при каких обстоятельствах? Это было, когда он был вице-президентом, кажется, это июнь 2014 года, наверное. Он устраивал у себя дома в Деловере такой пикник на прайд для разных ЛГБТ-активистов. Как вы реагируете, когда видите все эти видео, где сегодняшний Байден здоровается с воздухом или путает названия стран? Ну, вообще, для того, чтобы увидеть все эти видео, как вы выражаетесь, нужно смотреть либо Первый канал, либо Fox News, потому что с ним такие запинки происходят не очень часто. В Твиттере вполне нейтральные люди тоже могут это... Слушайте, ну Твиттер это такой бабл, но вот у меня это в Твиттере вообще никогда не попадается. Не хочу, чтобы это по-иджизски звучало. Это ни в коем случае не иджизм, просто это искренний интерес. Может ли человек в такой физической форме, видимо, не идеальной, управлять настолько важным государством, как Соединенные Штаты Америки? Ну, наверное, вопрос все-таки не про физическую форму, а про ментальную, да? Ну да, физическо-ментальную, назовем это так, да. На самом деле, у меня нет уверенности в том, что Байден находится в неидеальной ментальной форме. Он, судя по всему, все вообще при нем. Когда он говорит, когда он рубит с плеча, он скорее говорит то, то, что он знает и думает, да, это ему всегда было свойственно, да, только как, например, он высказывался в Варшаве о том, что нельзя Путина оставить у власти. Да, понятно, что это человек, который не путается в показаниях, а наоборот говорит слишком много того, что он думает, вполне насколько можно следить ясным умом. Это совершенно не значит, что я считаю, что Байден сейчас, и вообще американская геронтократия, что в ней есть что бы то ни было хорошее. По-моему, это абсолютно чудовищно. А геронтократия есть? А геронтократия, безусловно, наличествует. Но как бы проблема не в том, что у Байдена что-то не в порядке с мозгами, как раз мне так не кажется. А проблема в том, что разрыв поколенческий между людьми, которые живут и будут жить в этой стране, еще там, ну, по крайней мере, 10-15 лет, теми, кто ей управляет, совершенно неприемлемый. Ну, конечно, политика по отношению к изменению климата, вот она прямо, это хороший пример того, что мне кажется, что у людей, которым, не знаю, за 70, а может быть, даже и за 50, в общем, не вполне хватает воображения для того, чтобы понять по-настоящему экзистенциальный ужас, который испытывают люди, которым сейчас, скажем, 20. Они испытывают? Они испытывают, безусловно. Как вы это понимаете? Мне кажется, что это сочетание какого-то количества знаний и ощущение полной беспомощности. Я вообще очень много об этом думаю. Это то, о чем я сейчас так или иначе пытаюсь писать. Мы знаем, что у молодых людей вообще во всем западном мире, но в особенности в США, чудовищный кризис ментального здоровья. То есть количество диагнозов тяжелых психических расстройств на души населения реально зашкаливает. Около половины, около двух третей, по-моему, молодых людей до 25 лет живут с каким-то психическим расстройством и около половины с тяжелым, то есть мешающим, прям реально мешающим жизни психическим расстройством. И это не только гипердиагностика. То есть какую-то часть можно отнести за счет того, что просто больше диагностируют, больше какой-то патологизации, больше того, о чем мы говорили чуть раньше, вот этого молодого человека, который получил диагноз за здоровую реакцию. Но огромная часть это действительно какой-то экзистенциальный ужас, с которым люди живут и с которым они не справляются. И одно из свидетельств этого это то, что уже, сколько, по-моему, семь лет суицид является одной из основной причин смерти среди людей до 25 лет во всем западном мире, в особенности в США. То есть он, по-моему, сейчас на третьем месте. И, ну, да, я преподаю в университетах, у меня ни разу еще не было такого учебного года, чтобы кто-то на кампусе не покончил с собой. Мне кажется, что это состоит из двух частей. Одна часть это экзистенциальный ужас, но этого недостаточно, потому что такой же экзистенциальный ужас в каком-то смысле испытывал, например, мое поколение, представляя себе ядерную войну. Не мое поколение в Советском Союзе, а мое поколение именно в Северной Америке. Но на это накладывается ощущение абсолютной, абсолютного отчреждения от политики, и ощущение, что ничего не будет сделано, никто тебя не защитит, ты вот с этим ужасом наедине, и ты, возможно, последнее поколение. А вообще говоря, кажется, человеку не по силам жить с представлением о том, что он последнее поколение. очень популярное мнение в России, двоеточие, американцы считают, что это они выиграли Вторую мировую войну. Вы ходили здесь в школу, в школу здесь ходят ваши дети. Действительно ли на уроках истории примерно так говорят? Да. Действительно так. Это чудовищный какой-то чудовищный американский шовинизм, америкоцентричность и вообще тупость. Я вам больше скажу. Однажды, тут в Америке есть много разных смешных сообществ, есть, например, городок в штате Мэн, где селятся в основном, ну, как-то так сложилось, как дачный поселок, значит, люди, которые уходят на пенсию из ЦИРУ. Вот там атмосфера. Там чудесно. Там они очень все какие-то милые, образованные. Но главное, что они любят оставаться как бы оставаться на связи с, ну, держать руку на пульсе мировой политики. Поэтому каждый год они устраивают себе маленькую конференцию и они приглашают международных стипендиантов из программы Нимана в Гарварде. Да, это такая очень крутая журналистская программа. Приезжать к ним и выступать, и рассказывать им о том, что существует, что, значит, происходит в мире и в их странах. Так вот, значит, меня туда привозили, соответственно, в 2004 году и что-то там я говорю об отношениях русских к Америке и тут кто-то встает, да, какой-то ЦИРУшник на пенсии встает в историю и говорит, ну, мы же для них выиграли Вторую мировую войну, они ничего не ценят. Вот, пожалуйста, очень образованный человек. Хочется с вами поговорить про БЛМ. У нас была ситуация, когда мы сидели на лавочке, что заиграла музыка и поскольку Ютуб может за такую громкую музыку в кадре заблокировать, нужно было отправиться и попросить водителя, который припарковался, ее выключить. Вот, я вас уточнил, как у человека, у которого у себя на районе, могу ли я подойти это сделать, не вызовет ли это вопросов. Вот, и вы, в чале прочего, сказали, что белый попросить чернокожего человека выключить музло, это, ну, такое, может и нахамить. Что вы имели ввиду? Это скорее имеет отношение не к Black Lives Matter напрямую, а к джентрификации. Это такое понимание, что если если ты, то есть я, как состоятельный белый человек, покупаю дорогую квартиру в отремонтированном комплексе в Гарлеме, я приезжаю в район, у которого есть своя культура, отличная от других районов города. И, ну, минимум того, что я могу сделать, это относиться с уважением к этой культуре. Вот, в этом споре джентрификаторов с осторожилами в Гарлеме музыка играет огромную роль. Потому что это не тихий район, это шумный, живой район, где в особенности летом, когда люди на улице, всюду играет музыка. И вот эти разговоры о том, что там, я не знаю, ну, там, мой первый дом в Гарлеме был напротив Дома культуры, то есть культурного центра, где были адские совершенно вечеринки по пятницам и субботам типа до трёх часов ночи играла музыка ну вот на весь район. А потом ещё это часто заканчивалось мордобоем. И вот среди как бы культурных людей в Гарлеме считается неприличным при этом позвонить в... Такая есть служба не полиции, а как бы при полиции, которая отвечает на такие вот жалобы, типа «У меня слишком шумно», потому что по закону в городе нельзя играть громкую музыку после одиннадцати вечера. Ну и считается неправильным это делать в Гарлеме, где это является частью местной культуры. То есть это не про... Ты купил здесь дом, ну сиди, терпи. Ты хотел здесь купить дом, а не где-то ещё. Это не про цвет кожи, это про традиции. Да-да-да, это про местные традиции. Просто понятно, что там вы идентифицируетесь как дентрификатор, при том, что вы... Я не отсюда. Вы вообще не отсюда, да, поэтому вот это тот культурный конфликт, в который вы могли бы как бы наступить случайно. Вот я сейчас типичное отношение там человека из России приведу к БЛМу. Например, понятен лозунг БЛМ, да, Black Lives Matter, то ли хоккейный, то ли баскетбольный комментатор, я боюсь перепутать, в момент протестов и всего остального он произносит в Твиттере или в трансляции, что All Lives Matter, и он получает за это увольнение. Разве это нормально? Я не знаю конкретно про увольнение, но значит, давайте отвечу на вопрос, что плохо с лозунгом All Lives Matter. Смысл лозунга Black Lives Matter в том, что мы понимаем по опыту жизни в этой стране, по изучению того, как устроено полицейское насилие, как в принципе устроено насилие институциональное, не только в полиции, мы понимаем, что оно почти всегда выстраивается по принципу жизнь белого человека имеет ценность, а жизнь черного человека ценности не имеет. поэтому заявление Black Lives Matter в этой стране это политическое заявление. Это политическое заявление, которое делается в ответ на культурную предпосылку, что ценность имеет только жизнь белого человека, или уж во всяком случае не черного. Как только ты на это отвечаешь тем, что все жизни важны, обесценивается именно это политическое заявление, потому что и можно об этом подумать еще немножко иначе и может быть так проще, что вообще для того, чтобы в государстве и в обществе соблюдались права человека, нужно, чтобы соблюдались права наименее защищенных людей. Если они будут соблюдаться, то мы точно знаем, что права всех остальных будут соблюдаться, потому что для того, чтобы соблюдать права наименее защищенных, необходимо выстроить структуры, которые будут защищать права абсолютно всех. В этом смысл политического движения. Когда ты на это отвечаешь тем, что а все важны, ты лишаешь само заявление смысла. Еще многих в России удивляет то, какой символизации подвергся погибший темнокожий человек, из-за которого все началось, Флойд. И часто приводится, что это как-то, он же рецидивист. Как вы это понимаете? Как вы это интерпретируете? Точно так же. Смысл символизации смерти Джорджа Флойда заключается ровно в этом. В том, что если мы хотим жить в обществе, защищены права всех, должны быть защищены права рецидивиста. То, что он рецидивист, не означает, что можно было его убить без суда и следствия на улице на глазах у прохожих, мы защитим от подобного, о подобной внесудебной казни рецидивиста, наркозависимого, судя по всему, использовавшего фальшивые деньги человека, то мы защитим таким образом общество. Любой символический жест, который поддерживает ценность именно этой жизни, это на самом деле жест, который, конечно же, поддерживает ценность любой жизни. В этом его глубинный смысл, в том, что все жизни важны. Вы в 99-м году работали в Белграде прямо в то время, когда его бомбили. Да. Вы с самого начала бомбежек застали? Или вы приехали, когда уже понеслось? Мне удалось приехать, когда уже были бомбежки Косово, но еще до того, как начались бомбежки Белграда. Первая бомба в Белград попала уже совсем рядом со мной в ночь. Как вы вспоминаете то время? Для вас бомбардировка Белграда была таким же безумием, как и для тех, кто жил и живет в России? Ну, не знаю, таким ли же, но... Нет, я воспринимаю... Причем, с самого начала, надо сказать, у меня вообще было такое личное правило с 98-го года, что я больше на войны не езжу, потому что меня в марте 98-го года в Косово чуть не расстреляли, вот, и я помню, что я, значит, сижу на этом холме, вот сейчас меня расстреляют, и думаю, ну, что за глупость? Ну, вот, кто меня заставил сюда переться? Это даже не моя война. Вот, и вот, значит, я, вернувшись в журнал «Удоги», всем объявили, что я не буду больше ездить на войны, а дальше НАТО начинает бомбить, и вот мне сразу стало понятно, что это абсолютно поворотный момент, в первую очередь, в российской политике. То, как Россию, и тут я прям начну говорить каким-то московским языком, да, но то, как Россию тогда поставили, то, как Россию тогда указали на ее место, то, что Америка действительно повела себя так, как будто международный закон писан только для слабых, а для нее не писан, то насколько американская общественность, включая... В общем, если спектр общественности слева направо, и как правило правое поддерживает любые военные действия, а левое, как правило, нет, то степень поддержки, потому что это была так называемая гуманитарная война, она ушла сильно далеко на лево. У меня было такое потрясающее... То есть это что значит, что поддерживать стали все? Почти все, да. То есть отсутствие поддержки этим бомбардировкам было абсолютно маргинальной позицией. То есть до такой степени, что я помню мой разговор с редактором в очень таком либеральном издании Слейт. Да, местом. Наверное, это была вторая неделя апреля, то есть бомбардировки идут уже две недели. А я пишу каждый день. По крайней мере по одному тексту в день. И у меня были какие-то новостные заметки, но главное, чем мы занимались, это вот такой дневник из Белграда. Потому что в Белграде, кроме меня, на тот момент не было западных корреспондентов. И вот я сдаю очередную дневниковую запись, и она мне вдруг по телефону говорит, слушай, я начинаю думать, что, может быть, ты не вполне поддерживаешь эти бомбардировки. Я две недели пишу, и ты только сейчас видишь это в моих текстах. То есть на самом деле интересный разговор автора с редактором, потому что для меня какие-то такие гуманитарные предпосылки были настолько очевидны, что мне казалось, что это не надо проговаривать. Потому что если я буду писать о том, как падают бомбы на город, в каком ужасе находятся люди, среди которых я живу, а это очень левые, очень антивоенные студенческие активисты, то сразу станет понятно, насколько это чудовищная и неоправданная идея. Оказалось, что нет. Оказалось, что нужно все проговаривать битым словом, именно потому, что поддержка была настолько некритичной. Поворотный момент в российской политике. Почему? Поворотный момент в российской политике, потому что вот эта политика рессентимента, которая тогда была еще где-то, она ощущалась под недолгой от поверхности, для меня было очевидно, что она сейчас выйдет на поверхность и затмит собой все. И так и произошло. Уже, по-моему, к маю 99-го года, к военным празднествам настроение было настолько другим и настолько более широкие массы хотели почувствовать это право побряцать оружием в ответ на то, что делают американцы. В России у меня все надежды на будущее в российской политике для меня умерли тогда. А была какая-то проработка югославской бомбардировки в самих США? То есть войну в Раке, я так понимаю, потом более-менее все признали, что это было абсолютно неправильно и не нужно. А с Югославией? С Югославией это по-прежнему маргинальная позиция. То есть я по-прежнему всякий раз, когда мне предоставляется такая возможность, я, конечно же, об этом говорю и пишу. Маргинальная позиция? Маргинальная позиция это позиция критики по отношению к натовским бомбардировкам Югославии. Конечно же, потому что это считается успешной операцией. То есть вот смотрите, предотвратили геноцид, обеспечили независимость Косово, ни один американец не погиб. Ну чем плохо? И объяснять, что это плохо, тем, что это очевидное нарушение международного права. Что это внесло безусловный вклад в создание той ситуации, в которой Россия чувствует себя в праве вести войну против Украины, при том, что невозможно сравнивать теперь эти войны. То есть у меня вышла статья за два дня, по-моему, до 24 февраля, вот ровно о том, что как бы... Что Россия использует войну на Болтанах. Что Россия, да, и что американцы несут за это ответственность. Но я считаю, что после 24 февраля уже немножко поздно об этом говорить. А давайте разницу объясним. В чем была разница тогда и сейчас? Я могу проговорить разницу, но для меня не очевидно, что это важно. Разница заключается в том, что в Косово действительно все 90-е годы подавлялось, лишалось каких бы то ни было политических и гражданских прав албанское албано-язычное население. То есть большинство населения Косово. Действительно, насколько можно было судить, к 99-му году, то есть вот спустя год после начала уже настоящей войны в Косово, готовился геноцид, этническая чистка Косово. В этом смысле разница огромная, потому что ничего подобного на Донбассе не происходило. То есть это с одной стороны это правда, с другой стороны это фикция. Оправдывает ли правда нарушение международного права больше, чем его оправдывает фикция? Я так не считаю. Нет, я считаю, что нарушение международного права является по-прежнему нарушением международного права. Важнейшая вещь, которую апеллирует российская пропаганда во время войны с Украиной, это война штатов в Ираке. Раз им можно, почему нам нельзя? Как вы относитесь к этому тейку? Этот тезис невозможно сходу опровергнуть, потому что война штатов в Ираке велась под ложным предлогом, причем, насколько мы знаем, по крайней мере, то есть насколько мы знаем, руководство страны имело возможность знать, что предлог был ложный. То есть война агрессивная, неоправданная, нацеленная на смену режима и, безусловно, были пытки, были незаконные задержания. Я не хочу пытаться выстраивать аргумент по типу, ну там было меньше незаконных задержаний, ну хорошо, были пытки, но не было геноцида, ну нельзя никому. Каким образом чудовищная незаконная война, которую вели Соединенные Штаты, делает еще более чудовищную незаконную войну, которую ведет Россия, каким-то образом более приемлемой? Вот этого я не понимаю. Российский аргумент заключается что ли в том, что мы хотим жить в мире полного беззакония, где любая страна, у которой есть такая возможность, начинает убивать граждан любой другой страны и разрушать ее, ну просто разрушать ее, потому что ей так заблагорассозналось, в этом заключается аргумент. Но мне кажется, этот аргумент не состоятельный. Логика, как я понимаю, что у вас были свои интересы, и вы по ним действовали, а сейчас у нас то же самое, и не учите нас жить. Вы теряете таким образом право нас учить. У этого аргумента есть здравое зерно. Оно не делает Российскую войну в Украине более оправданной и менее чудовищной. Поэтому просто нельзя останавливаться на не учите нас жить. Нужно как-то идти дальше и говорить, ну хорошо, а что мы тогда делаем с этой чудовищной войной? Какие у нас есть механизмы, какие есть институты, какие есть законы и аргументы для того, чтобы эту войну остановить? Ну никаких нет, кроме коллективного Запада. Им нужно пользоваться. Не потому, что у него есть на это моральное право, как у коллективного Запада, а потому что это единственный инструмент для того, чтобы остановить бесчеловечную и чудовищную войну. Какие инструменты остановить войну в Ираке были? Ну общество, которое было против? К сожалению, их было еще меньше. Такой силы, которая могла бы противостоять этой войне, не было. И в этом смысле я могу даже согласиться с российскими пропагандистами. Такой однополярный мир, в котором Соединенные Штаты могут развязать незаконную войну и продолжать ее, даже потеряв поддержку населения, но с таким миром что-то сильно не в порядке. Джулиано Ассанджо будут судить в Соединенных Штатах и ему грозит сто с чем-то лет. Объясните тем, кто не понимает, чем деятельность Ассанджо отличается от деятельности Фонда борьбы с коррупцией в России? И те, и те вскрыли... Я, на самом деле, не хочу объяснять, чем отличается деятельность Ассанджо от деятельности Фонда борьбы с коррупцией в России. Она, конечно, отличается, но мне кажется, что то, что Ассанджо будут судить, это чудовищный удар вообще по свободе слова и свободе журналистики здесь. Ассанджо очень малосимпатичный человек, который занимается малосимпатичной деятельностью. Но вообще говоря, люди, чьи права нарушаются и преследования которых часто приводят к нарушению прав других людей, чаще всего малосимпатичные люди, которые занимаются малосимпатичной деятельностью. Вот суд над Ассанджом это большая угроза для американской журналистики. Давайте коротко в контекст максимально укоротим до 30 секунд. Один из самых известных материалов, который Ассандж предоставил, это видео авиаобстрела Багдада, когда американские вертухи расстреливали людей, в том числе погибли журналисты Reuters, и это как бы пример военного преступления. На ваш взгляд, ради такого можно делиться тем, что ты выкрал фактически из секретных материалов государства? Значит, если человек, который не является государственным чиновником, обладает какими-то секретными материалами, мне бы хотелось, чтобы этот человек относился к ним ответственно, не распространял все на свете просто потому, что это попало к нему в руки. Но вообще говоря, с точки зрения как бы закона и свободы действий журналистов, это не важно. Вот, опять же, Ассандж малосимпатичный человек, который преследует далеко, кажется, неблагородные цели, но он при этом не государственный чиновник, который обвиняется в том, что он разгласил государственную тайну. Обвинять не государственного чиновника, который имел доступ к гостайне не по должности, а потому что она случайно попала ему в руки, вот это обвинение грозит всем журналистам. Потому что, если я завтра договорюсь с сотрудником ЦРУ, и он мне сольет какие-то суперважные материалы о том, как Трамп договаривался с Путиным, да, я сейчас... Это полная выдумка, ничего такого мне неизвестно. И я это опубликую. И сделаю это совершенно ответственно. С точки зрения закона я буду в том же положении, что и Ассандж. И, кстати, в том же положении, что Ваня Сафронов, которого сейчас судят в Москве. Почему государство США не понимает этого? Почему он даже не понимает, что государству США важно, и я рад, что ему важно, то, что Алексей Навальный сидит в тюрьме? Оно возмущено этим. Но оно не понимает, что оно ведет себя максимально двулично, когда Ассанджа собирается посадить в тюрьму за примерно такое же. у государства есть большой бюрократический интерес в том, чтобы защищать секреты, защищать гостайну. Его трудно в этом упрекать. хотелось бы, чтобы на том этапе, где та часть бюрократии, которая защищает свои интересы, сталкивается все-таки с правоохранительной частью государства, хотелось бы, чтобы правоохранительная часть государства с большим уважением относилась к закону. Но у американского государства есть довольно длительная история. Американское правительство пыталось запретить публикацию Пентагонских Пентагон Паперс. Я не знаю, как это по-русски. В общем, это документы о ходе Вьетнамской войны, которые опубликовали сначала New York Times, потом Washington Post, и которые в конце концов были разрешены к публикации судов, и публикация которых привела к полному изменению общественного мнения и в конце концов к окончанию войны во Вьетнаме. Значит, надежда на суд. Но государству свойственно ходить в суд и просить о том, чтобы это запретили, а суду свойственно защищать право журналистов. То есть государству США свойственно быть Путиным, но есть шанс на то, что суд это не позволит? Мне кажется, что любому государству свойственно расширять сферу своих полномочий. В государстве, где реально существует разделение властей, одна ветвь власти ограничивает тенденцию другой ветви к власти к расширению своих полномочий. В России не в порядке то, что нет никакого разделения властей, и вот эта вот эта тенденция расширять все время сферу своих полномочий достигла апогея. А у вас есть надежда, что суд не выпишет ему эти 170 лет или вообще освободит? Я очень надеюсь, что суд не выпишет ему эти 170 лет. А это реально? Когда Навального в сегодняшней России везут на суд, я понимаю результат этого суда. А здесь? Это реально, да. Это не гарантированно, но это реально. Ваша книга про Путина, которая вышла в 2012 году, есть ли там какие-то новые подробности? Как вы сами это оцениваете? Мне не было цели на самом деле писать книгу с новой информацией. То есть, во-первых, сейчас ей уже 10 лет, какая тут может быть новая информация. У меня была цель как-то систематизировать знания о нем. Я вообще не журналист-расследователь. То есть я... Мне кажется, что моя ценность заключается в том, что я хорошо пишу и хорошо думаю, а не в том, что я что-то там такое раскапываю, что другие люди не раскапывают. На тот момент в мире и в России тоже, мне кажется, не было внятного понимания феномена Путина. И... И систематизировать знания, полученные, скажем, в начале 90-х... Ну, тут еще есть как бы... Еще раз опять, что есть вещи, которые могут быть широко известны, но не были широко известны. Например, расследование Салье на тот момент совсем не было широко известно. И все-таки Салье дала мне интервью для книжки что было совсем не очевидно. Тогда... Она... Она скоро умерла после... Она умерла почти сразу после того, как вышла книжка, да. Вот. Никто даже тогда не знал, где она находится. Мы год ее искали. Она жила не в России. Она жила в лесу под Псковом. Марина Салье, если кто-то не в курсе, это... Она была депутатом Городской думы тогда, или... Она была депутатом Ленинградского горсовета и потом Питерского горсовета. Провела расследование о том, чем занимался Владимир Путин, когда был работником мэрии Санкт-Петербурга. И там много фактов, которые многих удивят. Особенно со стороны сторонников Владимира Путина. Она жила в... Ну, она фактически ушла в лес. Она ушла в лес, да. У нее, значит, был какой-то дом на... в Псковской области, совсем недалеко от границы с Латвией. Ехали мы туда так, значит, она сказала, вот едите, едите, потом поворачивайте направо, потом поворачивайте налево, потом, когда застрянете, ставите машину, дальше едете пешком. Ну, на мой взгляд, это... Это журналистка удачи. Это была большая журналистская удача. Данных там... Все данные содержались в расследовании, которое было доступно. Оно висело в сети. Как сложилась ее жизнь? Наверное, об этом уже можно говорить. Значит, она была такой лесбиянкой из старой школы, которая никогда никого не говорила о том, что она лесбиянка. Они с ее партнершей называли друг друга с сестрами. Так вообще было принято в Советском Союзе говорить, что мы сестры. И они всю жизнь работали вместе. Они были обе геологи. Ездили во все экспедиции вместе. Вот. А потом, как... Вот мы говорили раньше о том, что люди для того, чтобы не сотрудничать с советской властью, находили себе вот такие вот... Еще один замечательный пример того же самого образа жизни, не в том смысле, что она была лесбиянкой, когда она не была, а в том смысле, что она была таким ученым, которым ездил в экспедиции, была Галина Старовойтова, которая тоже питерский политик, которая буквально из экспедиции, из своих этнографических экспедиций просто превратилась в политика совершенно органичным способом. А Марина Салье, значит, она была геологом, стала активистом в Питере в конце 80-х годов и была реально самым популярным политиком в Ленинграде и в Санкт-Петербурге. Ее прочили в председателе городского совета. Это был первый демократически избранный городской совет в Советском Союзе. Но она была настолько демократна, что она была против того, чтобы они избирали председателя, они представляли себе, что они как-то там будут все это разруливать при помощи консенсуса. Они были абсолютно такие вот настоящие радикальные замечательные взгляды. Но потом они каким-то образом, в общем, фактически руками Салье посадили на этот трон Собчака, который впоследствии стал мэром. И дальше при Собчике был Путин, который заведовал всеми экономическими делами. И дальше Салье, вот я сейчас не помню, Белов, кто был второй? Не помню, ее был соавтор. В общем, они провели расследование в начале 90-х того, куда делись, довольно запутанная история, но в общем, куда делись деньги. На коментарной помощи. Ну там, да, это были не совсем деньги, это была довольно сложная схема, но в общем, это были активы, выделенные Питеру, когда Питеру угрожал голод, когда совсем расстроились все системы поставки в Советском Союзе, и реально руководство страны боялось, что вот люди будут голодать. И местным властям дали большие полномочия, дали им возможность распоряжаться какими-то стратегическими ресурсами. В общем, Путин ими так удачно пораспоряжался, что продовольствие не пришло, а деньги ушли. Вот, значит, они показали, что есть сведения, что Путин намеренно создавал как бы бракованные сделки для того, чтобы эти, ну то есть недобросовестные сделки для того, чтобы можно было выводить деньги. И они попросили Собчака передать это расследование в прокуратуру. Собчак ответил на это истинно демократическим способом, а именно распустил Горсовет. У него были такие полномочия. И потом руководил городом единолично в течение года после этого. Салье после этого еще какое-то время жила в Петербурге. В 99-м году, когда Путин стал сначала премьер-министром, а потом 31 декабря действующим президентом, и у президента она приехала в Москву. Да, ну, значит, во-первых, она написала статью о том, что его нельзя делать президентом, и вывесила в сеть это свое расследование, которое лежало в архиве в Петербурге. Не то, что она его куда-то там унесла с собой и вывесила в сеть. Оно было доступно. Но она вывесила в сеть, попыталась привлечь к нему внимание, и вот она пришла, по-моему, она сидела у Яшенкова, если ничего не путаю. Сергей Яшенков был депутат Государственной Думы, и вот к нему зашел кто-то. Она отказалась мне говорить «кто?», и она поняла, что все очень плохо, и ей нужно исчезнуть. Старь-отшельницей. Да. И она распространила слух через свою помощницу, что она уехала во Францию. На самом деле, она никогда не уезжала во Францию, она все это время прожила в лесу, и вот спустя десять лет после исчезновения она со мной села поговорить. Потом она умерла от сердечного приступа. Мы все уже привыкли относиться скептически к сердечному приступу, но она была, в общем, пожилым и нездоровым человеком, так что нельзя исключить, что это был сердечный приступ. А Яшенкова расстреляли во дворе его собственного дома в 2003 году. В 2005 году вы делали операцию по удалению груди. Забавно, что Карен Шиинян, когда делал вас интервью, он произносил фразу, что я помню, как читал главу из книги с деталями этой операции, и я тоже помню, как я в большом городе ехал в метро московском, читал, и особенно запомнил тогда, когда после операции вам… вы писали, что вам сказали, что сделают бутафорские соски, и вытатуруют их, если вы захотите. Я правильно понимаю, что если коротко, то у вас еще не было рака, но исходя из обследования и генетики он в любой момент мог подобраться? И чтобы исключить его риск, нужно было удалить грудь. Да. Значит, это было еще в каком-то таком начале таких анализов, таких операций. Сейчас это довольно распространенная история. Как вы знаете, наверное, Анджелина Джоли делала такую операцию спустя лет десять, наверное, после меня. Но для меня решение было основано на том, что, во-первых, был очень высокий риск рака, и это был способ его исключить, но, во-вторых, что когда выясняется, что у тебя есть эта мутация, ты немедленно начинаешь подвергаться этим бесконечным обследованием. И твоя жизнь превращается в ожидание болезни, которую с почти стопроцентной вероятностью найдут, и потом нужно будет от нее лечиться. А может быть, просто исключить ожидание и как бы выйти из очереди на рак, перестать делать эти бесконечные обследования, потому что они меня ужасно обременяли. То, что ты все время ждешь результата, что ты все время должен что-то отслеживать, то какая-то бесконечная нервотрепка, просто оно того не стоило. — Ну, то есть настоящий упреждающий удар. — Да. — Вы не бинарная персона, у нас довольно прогрессивная аудитория, но точно не будет лишним коротко и ясно объяснить, что это значит. — Ну, что это значит, довольно сложно объяснить коротко и ясно, потому что это очень какая-то динамичная область. — Как бы вы объясняли пятикласснику? — Ну, давайте предположим, что гендерные категории — это некая конструкция, о которой мы договорились. И мы понимаем, что для большого количества людей является совершенно очевидным и естественным чувствовать себя, скажем, мужчиной или, скажем, женщиной. А для какого количества людей эти категории некомфортны? И есть разные способы с этим жить. В моем детстве единственный, понятный людям способ был либо приспособиться, либо, как там, уже даже в моем детстве такая концепция присутствовала, либо совершить переход в другой гендер. — Поменять пол? — Да, поменять пол. Последние годы люди все больше говорят о том, что, может быть, эти категории так же условны, как и многие другие категории, которые мы считаем физически обусловлены, биологически обусловлены. На самом деле, все немножко сложнее. А может быть, даже сильно сложнее. Мне кажется, что как раз для русскоязычной аудитории проще всего провести аналогию с национальностью. У меня был замечательный разговор, когда мне давали восстанавливать российское гражданство и давали мне российские паспорты. Я прихожу в ЖЭК, на аэропорте, значит, в писательских домах, к тетенькам, которые знают меня с детства, и говорю «Слушайте, запишите мне, пожалуйста, национальность, гражданин России». По Конституции так можно. А тетенька смотрит на эти бумажки и говорит «Ну, у тебя мама еврейка, папа еврей, ну какой же ты гражданин России». Кламбурно, почти как из ситкома. Но для нее это очевидные биологические категории. А для меня это условность. Что считать национальностью? Имеет ли национальность вообще какое-то значение в том, кто я? А вот в Америке вообще считают, что евреи — это религия, а не национальность. Потому что национальность — это гражданство. Да, но у национальности, у Пола все-таки есть первичные признаки половые. О национальности… Слушайте, поговорите с людьми, которые вам скажут, что мой нос — это такой еврейский первичный признак, что просто первичнее некуда. Но это уже антисемитизм. Мы же не будем этим… Понимаете, да, что то, как мы читаем биологию — это предмет общественного договора. Да. Вот, этот договор можно изменить. И не у всех первичные признаки однозначны. Но даже у тех, у кого они однозначны, может существовать… Есть признаки хромосомные и гормональные. На самом деле их довольно много. Они могут как-то не совпадать, а могут вообще биологически совпадать, но при этом социально не совпадать. А дальше начинается самое интересное, потому что по мере того, как мы начинаем обсуждать вообще, что такое гендер, на что он может быть похож, эти категории немедленно начинают становиться динамичными и меняться. И если, я не знаю, десять лет назад, любой человек, увидевший меня на улице, скажем, Нью-Йорка, подумал бы, либо мужчина, либо женщина, либо лесбиянка, то теперь, наверное, большое количество людей, которые видят меня на улице Нью-Йорка, подумают, «А, не бинарная персона». Хорошо, а я не до конца понял, поэтому, пардон за такие молекульные уточнения, но я руководствуюсь доброжелательным интересом и любопытством. Небинарная персона может при этом оставаться гетеросексуальной. А что значит гетеросексуальная? Ну, допустим, если речь про девушку, девушка, которая считает себя небинарной персоной, она может при этом быть гетеросексуальной. Её интимная жизнь связана с мужчиной. Подождите, остановитесь. Просто концепция гетеросексуальности зависит от бинарности. Если человек небинарный, то он не… Ну как? Хорошо, тогда чуть-чуть прощу. Небинарная персона, например, если это небинарная персона, это тот, кто там с первичными половыми признаками женщины. Угу. Он при этом может вести интимную жизнь с мужчинами. Ну да. То есть пол, небинарность и сексуальная ориентация, они не обязательно… Вообще не обязательно, да? Это связано. Угу. Так, это чуть понятнее. Почему «they», «them»? Почему множественное число, а не… Я не знаю, есть в английском «оно»? Нет, в английском нет «оно», поэтому… Нет, «they them» — это… В разговорном языке «they them» используется, как, когда говорят о человеке, чей пол неизвестен. То есть это, причем там типа с 17 века. То есть, если я говорю, что кто-то оставил пальто, то этот кто-то, я использую слово «they», поэтому это довольно естественно для языка. Как я понимаю, вы более-менее всю свою жизнь вы были женщиной, которую просто интересовали женщины по части сексуальных отношений. Почему в какой-то момент вы стали идентифицировать себя не как женщина-лесбиянка, а как небинарная персона? Ну, смотрите, я могу рассказать как бы свою историю, постараюсь максимально коротко. Не знаю, насколько она репрезентативна, но, может быть, действительно это поможет что-то понять. В детстве у меня было полное убеждение, что я мальчик. Вот просто сто процентов убеждения, что я мальчик, и что произошла какая-то чудовищная ошибка. И надо сказать, что мне прямо удавалось вести образ жизни мальчика. То есть во дворе все думали, что я мальчик, и в семье ко мне обращались, использовали мужское имя, и покрывали меня, когда я с друзьями тусуюсь, и бабушке нужно было называть меня Мишей, а не Машей. Потом наступил пубертат, и мое тело превратилось в тело девушки. Оказалось, что им как-то можно вполне с большим удовольствием пользоваться, и все с этим было хорошо. У меня есть один усыновленный ребенок, один ребенок, который родился у меня, еще один, которого родила моя бывшая жена. И выносить ребенка мне удалось, и кормить его грудью с огромным удовольствием мне удалось. При этом американская культура, в основном американская, развивалась в таком направлении, что гораздо больше людей стали делать, совершать переход. Менять пол. А потом уже некоторые начинали задумываться о том, что, может быть, это не такая вот, не вполне двоичная система. А у меня, между тем, обнаружили генетическую мутацию, которая привозит к раку груди яичников. И сначала отрезали грудь, это было мое решение, а потом уже все репродуктивные органы. И тут я, значит, обнаруживаю себя в положении человека без органов. У меня нет никаких собственных гормонов, и передо мной встает удивительный выбор. Вот кем я теперь хочу быть. Вот я могу... Ну, то есть для того, чтобы организм нормально функционировал, нужно принимать какие-то гормоны. Я могу принимать женские гормоны, которые сделают мое тело более женственным, чем оно было до операции, как выяснилось. То есть опытным путем выяснилось. Могу принимать мужские гормоны, которые сделают мое тело немножко более мужественным, чем оно было до операции. Вот. Оказалось, опять же, опытным путем, что мне гораздо комфортнее с тестостероном, который я принимаю в относительно низких дозах. Вы сказали, что вы начали пить. Это стало повышать маскулинность? Чуть-чуть, да. Ну, то есть я очень низкие дозы принимаю. Достаточно для того, чтобы просто комфортно себя чувствовать. Потому что совсем без гормонов, прям реально физически очень некомфортно. Ну а дальше, значит, поскольку это такой уникальный случай, когда передо мной как бы встает свободный выбор. Вот кем я теперь хочу быть. А тут культура дает мне возможность уже идентифицировать себя как небинарную персону, то есть быть ни тем, ни другим. Вот я говорю быть ни тем, ни другим. На улице большинство людей, ну в особенности там за пределами каких-то мест, где как там Нью-Йорк, где люди с некоторой вероятностью распознают вот такую трансгендерность, в основном меня принимают за мужчину. Ну как-то мне это вполне комфортно. В 2007 году вы были в школе злословия. Вы выглядели тогда гораздо более женственно, хотя это уже, по-моему, несколько лет после операции. После первой операции, да. Нет, тогда еще до… Ну то есть вот это и моя история пять лет. То, что вы сейчас выглядите гораздо более мужественно, это из-за того, что вы пьете тестостерон? Да. Вы когда натыкаетесь на те фотографии, что думаете? Слушайте, у меня это не вызывает никакого дискомфорта абсолютно. Мне интересно, да. Мне кажется, что очень здорово, что мне удалось прожить несколько жизней таким образом. Есть люди, для которых это какая-то гораздо более глубоко прочувствованная вещь, и которым тяжело смотреть на себя, как на представителя другого пола. Вы же, когда вернулись в Россию в начале 90-х, участвовали в том, чтобы отменили статью за… За мужелудство, да. Давайте напомним. Значит, она была отменена в 93-м, то есть союз распался, мы уже типа демократическая Россия, год-два, а на зонах сидят геи только за то, что они геи? Да. Но, смотрите, во-первых, я не буду говорить, что мне удалось участвовать в отмене 121-й статьи. 121-я статья была отменена исключительно благодаря желанию России вступить в Совет Европы. Ага. Совет Европы выдвинул несколько требований, включая изменения в уголовный кодекс. И там нужно было изменить все статьи, которые имели отношение к химическому оружию, к похищению людей и мужеложеству. И был указ Ельцина, который вышел на такой огромной полосе российской газеты, который отменял вот это всё скопом. Значит, химическое оружие, мужеложество, и вводил статьи против использования химического оружия, против похищения людей, и, значит, отменял статью против мужеложества. Классно звучит сейчас, да. Да-да-да. В России и в Советском Союзе существовали юристы, которые реально пытались что-то сделать. С этой статьей против мужеложества был замечательный совершенно человек, такой Алексей Казанцев, который преподавал в университете «Дружба народов», который сам допёр до того, что такого закона не должно быть, который написал об этом диссертацию засекреченную, который потом входил в группу, которая занималась разработкой нового уголовного кодекса, и для него сюрпризом стало то, что отменили статью. Потому что её отменили, ну вот так вот, рощерком пера, значит. А дальше была такая ситуация, что люди продолжали сидеть, потому что кроме указа должен быть ещё приказ об освобождении людей из колоний. Вот приказа не было, потому что система была в совершенно расшатанном состоянии, но ещё и потому что не было никакой политической воли за отменой этой статьи. Она делалась для Совета Европы, а не для людей, которые сидят по колониям. Собственно, моя работа заключалась в том, чтобы обзванивать и посылать телеграммы в колонии, про которые вроде как было известно, что кто-то там сидит по 121-й статье, и ставить их в известность, что должно было сделать МВД, но не сделало. То есть это выглядело, что вы звоните и говорят, у вас сидят по 121-й, они говорят «да, надо, чтобы вы выпускали, прочтите заметку». Они читали и говорили «блин, ну выходи». Вот примерно так. Примерно так. Те, кто сидели, те, кого вот таким образом выводили, а как доказывалась их вина? Ну, один человек давал показания, а другой садился. Как это бывает в тоталитарном обществе? Партнёр? Да, конечно. Человек, который был либо в разовых, либо в регулярных отношениях, который тоже гей, он сдавал партнёра и оставался на свободе. Да. Ну, то есть кого-то заловили по какой-то причине. Потому что участковому это… Распознал. Или потому что у кого-то, против кого-то что-то есть. Или потому что кого-то нужно выгнать с работы. Или потому что… Или это Сергей Параджанов, которого нужно было просто посадить в тюрьму. Масса таких советских полуботовых, полуполитических ситуаций возникало. И дальше можно надавить на одного из партнёров. Это классическая же правоприменительная практика. Надавить на одного из участников так называемого преступления. Какое-то количество людей посмотрит эти разговоры и подумают, блин, ну настолько уже нечем им заняться, что они понапридумывали этой ерунды с гендером, бинарностью и всем остальным. Ну это всё от безделья и того, что первичные социальные потребности решены. Есть ли вам что-то сказать таким людям? Слушайте, ну если их не интересуют проблемы гендера, ну никто же не заставляет их ими заниматься. У меня одна жизнь, и меня в этой жизни проблемы гендера интересуют. И я считаю, что мне страшно повезло, что я живу в 21 веке, и у меня есть возможность жить в каком-то большем согласии с собой и с окружающим меня обществом, чем, наверное, была бы сто лет назад или даже пятьдесят лет назад. Вот и всё. Но это мое личное дело и моя личная судьба. У вас трое детей. Расскажите о них чуть подробнее. Старшего зовут Вова. Вот он, собственно, усыновленный из России ребенок. Он живет сейчас в штате Массачусетс, учится в университете. В Гарварде? Нет, University of Massachusetts Amherst. Среднюю зовут Ёлка, она учится в Барт-колледже. И вот через три недели выходит замуж за человека по имени Мохаммад, который беженец из Сирии. Тоже студент. А младшего зовут Сеня, ему десять лет, он учится в школе. И из своих десяти лет больше восьми живет в Нью-Йорке. Так что абсолютно такой нью-йоркский чувак. Это поражает мое воображение. Вы усыновили старшего ребенка в Калининградском детском доме для детей ВИЧ-позитивных родителей. Да, он на самом деле жил, он родился в Калининграде. Познакомились мы с ним, потому что он был из чуть ли не первой этой когорты детей, которые родились, когда в Калининграде была первая вспышка в конце 90-х. И их всех отвезли, как же это называлось, не помню, под Питером. Эта больница для ВИЧ-положительных. И он там жил больше двух лет. Так что он на самом деле был под Питером. Родился в Калининграде. Он родился с ВИЧ или здоровым? Он родился без ВИЧ. Дочь вы выносили сами? Да. Я могу спросить, как это происходило? Мы с приятелем договорились, что он будет донором. Оплодотворяли меня долго и упорно в домашних условиях, пока наконец не получилось. Приятелю пришлось уговаривать для этого? Нет, приятель был очень энтузиастически настроен с самого начала. И обещал не пить, не принимать наркотиков и читать исключительно журнал «Итоги», пока я не забеременею. Вы там работали просто. Он был гетеросексуалом или геем? Он скорее гетеросексуал. Я точно не знаю, как он идентифицирует себя, но кажется, гетеросексуал. Ваша дочь знает про него? Да, конечно, они на связи. Она воспринимает его как биологический отца? Пока мы не уехали из России, он регулярно был у нас в гостях. И они до сих пор на связи. Вашего младшего сына выносила ваша тогдашняя жена? Да. А как это происходило? Тоже нашелся донор? Донор — это мой родной брат. Так что мой младший сын биологически является мне племянником. Обалдеть. Но это вообще не то, что распространенная история, но те, у кого есть такая возможность, так часто делают, потому что понятен генетический интерес. Дети в курсе всех этих вещей? Как они на это реагировали, когда узнавали? Понимаете, я придерживаюсь принципа, что от детей нужно ничего не скрывать, но давать им информацию по мере проявления к ней интереса. И тогда они воспринимают легко. То есть, если ты сажаешь ребенка и говоришь, «Мне нужно тебе сказать кое-что важное», то это будет восприниматься как что-то тяжелое и, возможно, травматичное. Но, например, как Вова узнал, что он усыновленный, когда елка была у меня в животе, то Вова, которому он был на тот момент, еще не было трех лет, сказал, «А, у тебя в животе ребеночек, это будет моя сестра, а меня...» А я был в животе у Свени. Свени — это была моя тогдашняя партнерша. И я говорю, «Нет, ты не был в животе у Свени». Он говорит, «Как? У тебя был в животе?» «У меня не было, ты был в животе у другой женщины». Но она не могла быть мамой, потому что она очень болела. Вот так иногда бывает, что кто-то не может быть мамой. И тогда находится какая-нибудь другая мама, которая забирает ребенка и воспитывает его. И вот так первый раз узнал. Потом, по мере того, как он взрослел, он запрашивал какие-то дополнительные подробности. В какой-то момент его еще интересовало, что можно узнать о его биологической маме. Потом стал меньше интересовать. Но поскольку нам это не казалось ненормальным, то ему это никогда не казалось ненормальным. Одна из причин, почему государство России против однополых браков, в том, что в семье, где оба супруга одного пола, дети тоже вырастут гомосексуалами. Насколько это правило работает? Ну, статистика не поддерживает эту гипотезу. А статистика есть? Статистика есть, да. Большинство детей, которые вырастают на полых парах, гетеросексуальны. Причем надо сказать, что… Ну вот, да, мои старшие дети явно гетеросексуальны. Младшие тоже говорят, что они гетеросексуальны. Но посмотрим. Ну то есть я просто считаю, что… Потому что, например, Вова, когда ему было, по-моему, 11 лет, он сказал, что он женится на своем лучшем друге и ничего вообще, не говорите с ним никаких девушек. В девушках он точно гей. Вот. Поэтому, значит, я отношусь так же терпимо к заявлению Сени о том, что он точно гетеросексуален, как к заявлению Вовы о том, что он точно гомосексуален, сделанным примерно в том же возрасте. Вырастут определяться. А может быть, можем жить в таком прекрасном будущем, где-то не будет иметь никакого значения. А как это? Ну так это, но будут любить людей. Но, в конце концов, мне кажется, что людей, у которых настолько однозначная сексуальная ориентация, меньше, чем нам кажется, что многие люди, которые считают себя гетеросексуалами, иногда испытывают влечение к людям одного с ними пола и наоборот. Я точно испытываю влечение к людям всех гендеров. И, в общем, если мне мои дети будут говорить, что они любят людей, и будут встречаться с людьми разного пола, мне кажется, это будет прекрасно. Вы говорите с детьми по-русски? Я говорю со старшими почти исключительно по-русски. С сеней то так, то сяк. Что они спрашивают про Россию? Ну, старшие дети, в общем, они уехали в абсолютно сознательном возрасте, у них есть свои источники информации, то есть они скорее не столько спрашивают, сколько обсуждают. А Сеня спрашивает, как положено, десятилетнему человеку. Ну тоже, да, это же не то, что там ребенок с бухты-барахты начинает что-то спрашивать про Россию. Вот мы, например, читали несколько месяцев назад книжку «Сталинский нос». Это отличная совершенно детская книжка про сталинизм. Это такой Евгений Ельчин, который живет в Калифорнии. Он и художник, и писатель. Книжка выходила, кажется, она вышла сначала по-английски, а потом по-русски. Он не родственник актера Ельчина, который появился? Да, он его дядя. И там, значит, действия происходят в коммунальной квартире. И я что-то там говорю про коммунальную квартиру, объясняю Сене, как это было чудовищно. Вот там, видишь, 30 человек живет в квартире, значит, у каждой семьи только одна комната. Он говорит, ну супер, вот такая же большая квартира, как у нас, у меня вот тоже, значит, моя комната. Я говорю, нет, ну Сене, ты не понял, у них одна кухня и одна ванная. Я говорю, как одна ванная? Он говорит, ну в квартире три ванны. Ну, в общем, причем, да, ему казалось, что коммунальная квартира – это что-то такое очень классное. Потому что это похоже на то, как мы живем, потому что у нас все время кто-нибудь живет. Значит, там выходишь на кухню, там кто-нибудь к кому-то хорошо относишься. Ты с ним знаешь, человек, ну чем плохо, да? И мне пришлось как-то… Где-то, кажется, у меня с третьего захода получилось объяснить ему, что насильственное вот это коммунальное проживание с одним туалетом и одной кухней – это совсем не то же самое, что наша большая квартира в Гарлеме, где все время кто-то тусуется. Вот так, как мы обсуждаем российские или советские реалии с точки зрения американца. Вы уехали из России в 2013 году. Вы стали бояться, что у вас, как у лесбиенки, заберут детей. Да. В марте 2013 года, когда в Думе шел закон о гей-пропаганде, законопроекта о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, Виталий Милонов сказал, что американцы только и хотят, что усыновлять российских детей и воспитывать их в извращенных семьях, как у Маши Герсон. Это был такой неймчек, который меня сильно напугал. В июне Дума приняла закон о гей-пропаганде, который понятно, что он касался родителей ЛГБТ. Ну, потому что ты живешь, ты говоришь своим детям. Ты и есть пропаганда. Если ты говоришь детям, что твоя семья не хуже, чем соседская, значит, ты уже занимаешься пропагандой. А если ты занимаешься пропагандой, то к тебе могут прийти органы опеки. Но мало того, что Дума это сделала, она еще 18 июня, то есть спустя меньше недели после принятия закон о гей-пропаганде, приняла запрет на усыновление детей однополыми парами или гражданами стран, где узаконены однополые браки. Поскольку я попадаю в обе эти категории, у меня есть кроме российского еще и американское гражданство, и у меня был на тот момент несовершеннолетний усыновленный ребенок, мне стало очень страшно. То есть мы первым делом сразу после принятия вот этого закона об усыновлениях… Да, ну и еще, значит, Мизулина еще сделала заявление, что в сентябре они примут закон, который позволит им изымать детей из семей, в том числе и биологических, чего не произошло. И мы сразу, значит, Вову, моего сына, которому на тот момент было 14 лет, отправили учиться в школе-интернате, в такой хорошей школе-интернате, не в советском интернате, в Америке. Ну понятно, что не будешь ты 14-летнего человека отправлять учиться в интернате, если у него нет возможности потом приезжать домой и оставаться жить. То есть одно дело, когда там у тебя ребенок учится в boarding school, и может приезжать на каникулы, да, а другое дело, если ты его отправил фактически в эмиграцию одного в 14 лет, но это нереально. Ну и из-за младших детей у меня тоже были опасения, в общем, мы решили уехать. — У вас есть объяснение, почему сегодняшняя власть так сильно фиксируется на ЛГБТ? — Я думаю, что в первую очередь это удобно. Вообще любой авторитарной власти удобно фиксироваться на каком-нибудь символическом меньшинстве. ЛГБТ — это оптимальное символическое меньшинство. Про ЛГБТ можно сразу сказать, что это влияние Запада. Никаких ЛГБТ в Советском Союзе не было. Они появились только после развала Советского Союза. Понятно, откуда они пришли. Если вы хотите вернуться в прекрасное прошлое, то нам нужно разделаться с ЛГБТ. Это будет главный символический жест, который вернёт нас в это прекрасное прошлое. В том числе и потому, что это вообще самый быстро меняющийся аспект общественной жизни. И это сразу сообщает, что мало того, что это козёл отпущения, но это ещё и сообщает консервативному обществу, которое вот купается в этом своём консерватизме, что у нас есть общий враг и есть способ спасения от него. Правильно ли понимать, что среди людей, которые принимают все эти репрессионные законы, много геев? Ну, я не знаю, много там или мало геев, но какое-то количество геев есть, безусловно. Среди нас там один из главных пропагандонов — Антон Красовский открытый гей. В общем, как-то одно другому не мешает, судя по всему. Вы сами упомянули Антона Красовского — человек открытый гей, но при этом лижет сапоги власти, которые геев не считают за людей. Вы когда-нибудь думали, как одно с другим у него вмещается в голове? Поразительное дело. Мы возвращаемся к вопросу о двоемыслии. Мне, честно, очень трудно это понять, поэтому я могу делать какие-то умозаключения со стороны. Антон Красовский явно не уникален. Есть люди, для которых принадлежность к чему-то сильному, преклонение перед силой и властью сильнее их собственных, казалось бы, шкурных интересов. То есть его шкурный интерес заключается в том, чтобы быть при них, и это пересиливает все остальное. Я думаю, что часть того, что делает это возможным, это, конечно, заложенное в российской и путинской культуре понимание того, что закон писан только для слабых, что если ты принадлежишь к властному меньшинству, то законы не для тебя. Поэтому если ты чувствуешь, что ты внутри, то ты можешь выступать в том числе и за то, чтобы убить всех геев. Вы преподаете в Барт-колледже, который в России считается нежелательной организацией. Почему в России Барт-колледж — нежелательная организация? Насколько мне известно, Барт-колледж считается нежелательной организацией, потому что получил крупное пожертвование от Джорджа Сороса, который главный враг народа. Почему Сорос — враг России? Это прям такое клише, которое можно услышать не только среди топ-менеджмента пропаганды, но и в какую-нибудь отдаленную деревню уедешь, и всегда можешь услышать эту фамилию. Слушайте, это отличный вопрос. Потому что Сорос же не просто враг России, а Сорос — враг всех авторитарных руководителей всего мира, Сорос — главный враг Трампа. Сорос — это… Вот в образе Сороса есть что-то, что возбуждает, кажется, авторитарные сердца, это просто какой-то универсальный рецепт. Я думаю, что это связано с тем, что он еврей, безусловно, с тем, что… Ну то есть прям то, как правая американская пропаганда… — Тайны правительства, которые управляют миром. — Да, конечно. То, что он как раз совершенно не тайно, абсолютно открыто, уже больше тридцати лет пытается менять культуру и общественные какие-то институты в самых разных странах. То, что он использует для этого свои деньги. То, что он считает, что он знает как лучше. То, что, возможно, он действительно знает как лучше. Все вместе — это вот такой образ очень страшный. — Но он же действительно помогает революциям против автократий в самых разных местах. — Чистая правда. — Правильно ли это? — Правильно ли то, что он помогает автократиям в самых разных местах? — По сути, он лезет в дела других стран. — Ну, слушайте, Сорос — не государство. Сорос — частное лицо, и он никогда сам не лезет. Он дает деньги организациям, как правило, организациям, а не каким-то отдельно взятым индивидам, которые он хочет поддержать. И то, как вы задаете этот вопрос, в этом и есть. А куда он лезет, этот американский, венгерский, еврей со своими деньгами? Ну, а если я считаю, что моя знакомая в Палестине делает что-то правильное, не знаю, у меня есть тысячи долларов, я ей дам. — А у него больше тысячи. — А у него значительно больше, да. — Ханна Арендт — одна из основоположниц теории тоталитаризма. Важный человек в вашей жизни? — Ну, как мыслитель, то есть как теоретик, которого я читаю, и читаю, когда пишу, наверное, самое важное, да. — Расскажите один-два коротких факта про нее, почему она вам важна? Для тех, кто впервые слышит эту фамилию. — Ну, давайте один факт и одну мысль. Она важна для меня, наверное, потому что это такой пример публичного интеллектуала, живущего в возгнании, уехавшего от тоталитарного режима. — Она уехала из фашистской Германии? Она бежала сначала в начале 30-х годов во Францию после короткой посадки, потом приехала в Нью-Йорк в 43-м году. Здесь работала сначала книжным редактором, потом стала выпускать свои книги. Ее главные книги — «Истоки тоталитаризма» и репортажная книга о процессе над Адольфом Эйхманом в Израиле. Давайте я вам одну мысль расскажу, которая, мне кажется, ее главной мысль о тоталитаризме, которую, мне кажется, недооценивает. Вот в последней главе «Истоков тоталитаризма» последняя глава была даже добавлена спустя пару лет после того, как книжка вышла в первом издании. Она описывает реально существующий тоталитаризм, и в последней части этой главы она пишет об одиночестве. Вообще для Арендт понятие одиночества, одиночество и одинокости, и самостоятельности — это страшно все важные понятия. Она очень много об этом думала, очень много об этом писала. Но для нее главным и признаком, и результатом, чем-то определяющим состояние человека при тоталитаризме является именно одиночество. И мне кажется, это дико важная мысль. Но еще она считала, что человек не способен мыслить в одиночестве. Что для того, чтобы быть думающим человеком, нужно иметь возможность разговаривать с другими и видеть отражение себя и своих мыслей в других, видеть и получать их реакцию. И что тоталитаризм лишает человека способности мыслить, потому что помещает его в состояние одиночества, даже если он не одинок, даже если он в толпе. — Прямо как про Россию. — Ну. — Вы как-то рекомендовали прочитать книгу Джошуа Рубинштейна «Последние дни Сталина», в которой описано смятение, которое охватило власть и вообще Советский Союз после смерти Сталина, о том, что никакого плана у руководства страны, что происходит, если что-то случается со Сталиным, не было. И вы из этого делаете вывод, что Сталин думал, что будет жить вечно. Как вы думаете, Путин думает так же? — Похоже, что да. Похоже, он думает, что он будет жить вечно. Но вообще, да, они же в этом смысле кажутся очень похожи. Да, то есть это вот с одной стороны какая-то запретельная паранойя, а с другой стороны уверенность в собственной безнаказанности и собственном, кажется, бессмертии. Конечно, это черный ящик, мы не знаем, что там уже, совсем уже не знаем, что там внутри происходит, но похоже, что нет никакого абсолютно плана над преемника и вообще, что может произойти, если Путин умрет или будет иначе, каким-то образом станет неспособен исполнять обязанности президента. Но главная наука, мне кажется, этой замечательной книжки Джошуа Рубинштейна, а также фильма «Смерть Сталина», который вполне можно рассматривать как экранизацию этой книги, она таковой не является, но там прямо очень много параллелей, и, мне кажется, очень много точного в комедии «Смерть Сталина», что это же еще момент невероятных возможностей. И мировое дипломатическое сообщество совершенно не понимало, насколько можно все, насколько… Очень хороший пример – это то, что Советский Союз явно после смерти Сталина был готов закончить Корейскую войну. И посылал всякие месседжи в этом смысле в Вашингтон, а Вашингтон их просто не воспринимал, потому что такого не может быть. Если когда-то что-то произойдет с Путиным, то… Ну, когда-нибудь что-нибудь произойдет с Путиным, мы-то не считаем все-таки, что он бессмертный. Нет, сто процентов. Но Вы считаете, что это будет временем возможностей? Да. Это не будет временем черной дыры, которая поглотит вообще все? Нет, я думаю, что нет. И я думаю, что очень важно именно отдавать себе отчет в том, что это будет… Ну, черная дыра не… Мы не можем ее исключить. Ага. Да. Но… Ну, вообще, такие переломные моменты – это всегда момент возможности. Момент кризиса – это всегда момент возможности. Но еще и… Вот… Эйзенхауэра предупреждали эксперты, что после Сталина могут привести к власти те, кого они называли «hardliners». Очень суровые люди. Сейчас это звучит совершенно комично, да? После Сталина могли привести к власти «hardliners». Но в случае с Путиным это не звучит комично. Мне кажется, это звучит так же комично. В конце хочу задать вопрос про отношения Штатов и России. У нас были чудовищные отношения во время Холодной войны. Потом случилась передышка на семнадцать лет с развала Союза до Мюнхенской речи Путина. И мы теперь снова в ужасных отношениях. Как вы думаете, настанет ли когда-нибудь время, когда Россию перестанет интересовать США, а начнут интересовать какие-то другие вещи? Например, обустроство Пскова, Мурманска и Забайкалья. Мое глубокое убеждение, что после 24 февраля мир изменился бесповоротно. И мы же с вами сейчас говорим о каком-то таком воображающем будущем, которое будет после войны. После войны не будет России в ее нынешнем виде. Ее не будет. Будет какое-то другое образование на этом месте. Наверное, какое-то количество образований. Но мне кажется, что задавать уже вопросы России, предполагая, что мы понимаем, что мы имеем в виду про послевоенное время, мы уже не можем. Вы говорили уже то, что весьма вероятно, по вашему мнению, Россия будет распадаться. И вы даже говорили не про какие-то очевидные вещи, республиканские, но и про государство Петербург и государство Москва. По-вашему, это было бы хорошо для людей в России? Я думаю, что само по себе это не хорошо и не плохо. То есть само по себе империя – это плохо. В каком виде Россия закончит имперский период своей истории – само по себе не хорошо и не плохо. Но я думаю, что с большей вероятностью какие-то небольшие образования или какая-то агломерация образований, которая носит не имперский характер, но которая в таком случае безусловно даёт большую самостоятельность чему-то меньшему, это огромная возможность для тех, кто сейчас живёт или для тех, кто будет жить на территории того, что сейчас является Российской Федерацией. И это, в первую очередь, возможность какой-то новой истории. Под историей я имею в виду не историю сражений, а историю как нарратив. Вот что мы о себе рассказываем? Пока Россия за 31 год, прошедший с момента развала Советского Союза, не изобрела ничего на замену победы в Великой Осеченной войне и покорение космоса. Это истории об мирском величии. Может ли Россия изобрести какую-то или что-то, что последует за Россией, изобрести какую-то историю, которая не про величие, а про доверие, про благополучие, про счастье людей, живущих на этой земле, про взаимную заботу и взаимозависимость, добро, в конце концов. Обязательно и для этого распадаться? Нет, я не думаю, что для этого обязательно распадаться. Я думаю, что с некоторой вероятностью это помогло бы. Потому что на такой огромной территории думать о чем-то кроме величия этой территории довольно сложно, как выясняется. Почему об этом думают в Канаде? В США я не привожу, потому что это… Ну, в США, да, у США тоже это очень имперское сознание. Я думаю, что в Канаде об этом не думают в большой мере из-за того, что по соседству находится США. Не понимаю. Ну, Канада — это такая анти-США. это очень похожая культура, но именно что не имперская. Это альтернатива США. А представьте, что к руководству России приходят нормальные люди, и они делают свою концепцию, что «Новая Россия» она анти- та Россия, которая была вот эти все годы, в том числе начала эту войну. Разве это не вполне нормальное противопоставление для того, чтобы и цельной остаться, просто нормальной федерацией при этом быть, где никого не ущемляют, где люди могут там на свою самобытность отстаивать и все остальное, но при этом на поколение вперед не рушатся экономические связи и прочие-прочие вещи? Значит, я думаю, что с этим есть одна огромная сложность. И она связана с советским прошлым. Те страны, которые оказались… те бывшие советские страны, которые оказались за пределами Российской Федерации, могут хоть как-то говорить о советском прошлом, о прошлом тоталитарного террора, как о чем-то, что с ними сделали другие. У России нет такой возможности. Встать лицом к лицу с суицидальным по сути террором, говорить о том, что мы сделали это сами с собой, что жертвы и палачи были перемешаны, и это не значит, что все в равной мере жертвы и все в равной мере палачи, а все в разной мере жертвы и все в разной мере палачи. Это какой-то немыслимо тяжелый и сложный разговор. Я не утверждаю, что это невозможно, но мировая история пока не знает примеров стран, которые смогли что-то такое с собой перевернуть. Самое близкое… Прямо в глазах у вас вижу Южная Африка, да? Нет? Нет, Германия. Германия, ну здрасте. Германия же не сама с собой это делала. И потом немецкий террор был не суицидальным. Он был направлен на другого. И никакой перемешки… Жертвы и палачи не были перемешаны. Прямо точно можно было сказать, вот палачи, вот жертвы. Просто мне кажется, что немцы показали пример. Они покаялись. И… Извините, это слово в отрицательном контексте употребляется. И обнулились. Вот. Да, они отлично показали пример. Они сделали это в условиях оккупации. Они бы не сделали этого, если бы… Я не думал об этом, да. Да. Если бы они не были побеждены в войне. Поэтому какое-то… Ну какое-то поражение, видимо, для этого необходимо. Поражение в войне и остаться цельным государством. Слушайте, я же не против, да? Я не верю, но я не против. Важная вещь. Для кого-то я сейчас могу звучать как имперец, которому типа вот важна территория и все остальное, но дело не в этом. Я понимаю, что имперскость — это плохо. И, как сказал Борис Акунин, быть империей неудобно для ее жителей. В моем представлении счастье и национальная идея России должна быть вокруг благополучия собственных граждан. Вот. А имперскость этому мешает. Очевидно. Но! Я думаю, как молодой человек еще, который хотел бы жить в России. В нормальной России. Вы же понимаете, что если она распадается, то мое поколение, и даже, видимо, то, которое идет за мной, скорее всего, вынуждено будет погрузиться в пучину, скажем так, организационную. Когда все вот эти новые объединения, они будут каким-то образом там… Кто-то будет с кем-то ругаться, кто-то наверняка с кем-то будет воевать, кто-то будет что-то сделать, и это будет просто всепоглощающий хаос, который по новой начнет как мясорубка перемалывать ее жителей. Вот единственное, это абсолютно прагматичный, может кто-то скажет, мелкобуржуазный ход мысли. Ну, а как вы себе представляете Россию, поверженную войне, которая настаивает на том, что она остается на той же самой территории, как… Вот, скажем, перестает Москва закачивать такие деньги в Чечню. То есть это все равно будет либо территория, которая насильственно удерживает огромное количество территорий, либо, наоборот, значит, страна, которая отпускает все эти территории, говорит, берите столько независимости, сколько можете унести, и действительно встает перед риском каких-то пограничных конфликтов. Но просто тут нет прямовых путей к какому-то постимперскому благополучию на существующей территории, потому что существующая территория так не устроена. Она устроена как империя. Мне кажется, что если посмотреть на то, как вообще страны находят какой-то путь после тоталитаризма, этот путь зависит от того, может ли страна рассказать себе о себе какую-то новую историю. Историю посттоталитарную, постимперскую. Например, страны Балтии рассказывают историю примерно следующего содержания, что вот у нас мы были хорошим народом и хорошим государством демократическим. Потом пришли советские, потом пришли фашисты, потом опять пришли советские. Потом все плохое закончилось, оккупация закончилась, все плохое с ними ушло. Я сейчас, понятно, утрирую. И мы можем вернуться к тому, кем мы были. Мы были хорошими, мы были демократическим государством, которое было основано на доверии. Это чудовищно упрощенная история. Это замалчивает то, что в нескольких странах Балтии в разное время, в 30-е годы была диктатура. И была коллаборация. Но если рассказать такую историю, то у нации появляется какая-то возможность коллективного видения будущего, а не только прошлого. В России нет никакого видения будущего. И нет никакой идентичности, которая основана не на величии, а на том, что мы хорошие. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Он видит музыка.